Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Чиновники рассказали о том, как будут меняться парки Шевченко, Ленинского комсомола и парк Победы. Особое внимание они намерены уделить ландшафтному оформлению территории, установке систем капельного орошения, а также созданию специальных зон отдыха. Общественников возмутило то, что состав рабочей группы был неполным. В частности, отсутствовали представители Управления охраны памятников культурного наследия и целый ряд других специалистов. И тогда было бы понятно, ну, каковы возможности, каковы планы и так далее. Чего можно достичь, а чего не хватает, кого не хватает. Вот говорила Оксана Анатольевна, ботаник там, притом специалист ботаник, обязан был быть обязательным. Более подробно о том, сошлись ли представители рабочей группы с общественниками в едином мнении по разработке проектов благоустройства городских парков, смотрите в нашем следующем выпуске новостей. Одесский апелляционный суд признал главу Затопского поселкового совета виновным в нарушении антикоррупционного законодательства. Соответствующий иск подала Белгороднестровская прокуратура, действия которой поддержали активисты Рады Громадского и Беспека. Подробнее Александр Палуев. Под апелляционным судом Нагайдара немногочисленный митинг с громкой музыкой и плакатами о необходимости иллюстрации. Сегодня произошло беспрецедентное явление, ну как минимум в Одесской области. Впервые активная общественность города пришла поддержать действия прокуратуры. Прокуратура начала постепенно наводить порядок в действиях, скажем так, вот киваловской банды. Прокурор Белгороднестровского района посчитал, что во время одного из заседаний поселкового совета Затоки глава собрания допустил нарушения, на которые местный суд просто закрыл глаза. Это вызвало негативную реакцию общественности. Пришлось обжаловать. Протокол мой был составлен в отношении Затовского сельского главы, Звягинца Василия Ивановича, за то, что он нарушил антикоррупционное законодательство в части того, что не сообщил сессию, о которой он председательствовал, о наличии конфликта интересов. Местный суд, Белгороднестровский, закрыл это производство, не посчитав, что в действиях Звягинца есть правонарушение. Мы обжаловали это решение в апелляционный суд, и вот сейчас на ваших глазах было вынесено решение, в котором наша апелляция удовлетворена. Звягинцев признан виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и привлечен к ответственности в виде штрафа в сумме 870 гривен. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, подчеркнул прокурор. Александр Полуев, Алексей Сорокин, Седьмой канал. Активиста Евромайдана Всеволода Гончаревского задержали одесские правоохранители. По неофициальной информации, мужчину подозревают в том, что 2 мая он добивал людей, прыгавших из окон дома профсоюзов. Его действия даже зафиксированы на видеокамеру. Как рассказали в пресс-службе милиции, Гончаревского доставили в Херсон. В связи с этим, Одесская организация правого сектора уже успела призвать Одесский Майдан собраться на акцию протеста. Протестовать планируют в 18.00 у Дюка. Одесские пограничники просят начальников причалов и мореплавателей отнестись ответственно к предупреждению о закрытии района в связи с подготовкой военно-морского парада. Напомню, вчера в 2 часа дня прошла его репетиция. И несмотря на предварительное оповещение, военные моряки и пограничники столкнулись с тем, что в разгар проведения маневров и имитации задержания нарушителя на море, среди военных кораблей и катеров периодически возникали беспечно прогуливающиеся плавсредства прибрежного плавания. Сценарий военно-морского парада предусматривает, кроме маневров и погонь, применение оружия для имитации морского боя. Южное региональное управление Госпогранслужбы обращает особое внимание одесситов и гостей города на то, что с 7 до 17.00, 21.22 и непосредственно 24 августа район прибрежного плавания от мыса Большой фонтан до Воронцовского маяка в пределах трех морских миль от берега объявлен закрытым в связи с проведением военно-морских маневров. Помогаем беженцам. На улице Осипова, 45, открылся офис гуманитарной помощи для переселенцев из зоны АТО. Здесь собирают одежду, еду, бытовую химию, продукты и медикаменты. Проект организовал благотворительный фонд «Благо» совместно с общественной организацией «Право выбора» и Координационным центром МЧС Украины в Одесской области. В офисе гуманитарной помощи ежедневно помогают трём сотням человек, и помощи на всех не хватает. Сегодня переселенцы больше всего нуждаются в продуктах питания. Многие семьи просто голодают. Продукты питания у нас катастрофически заканчиваются. На сегодняшний день у нас их просто нет. Остро стоит вопрос с детским питанием. Очень много многодетных матерей и семей. В семьях 9-12 детей. Мужей этих матерей забрали в зону АТО на войне. То есть папа не может приехать сюда и заработать. Пункт приёма помощи работает ежедневно. Если у вас слишком много вещей или нет возможности привезти их лично, волонтёры приедут к вам сами. Они могут увезти из дома даже мебель. Нужны простые вещи, которые, возможно, у вас дома есть ненужный шкаф, и вы не знаете, куда его деть. Мы сами приедем, сами вывезем, сами заберём. И дадим тем людям, которым на данный момент это действительно нужно. Сегодня жизненно важный вопрос – подготовка детей-переселенцев к школе. Им срочно нужна форма, констовары, портфели. Телефон штаба 736-79-60. А знаете ли вы, как уберечь себя и своих близких от ВИЧ-инфекции? Студенты медицинского университета совместно с врачами-инфекционистами рассказали об этом нашим журналистам. Людмила Семёновна, не стесняясь, берёт у волонтёров средства контрацепции. Говорит, что у неё взрослый сын и всё это отдаст ему. В аптеке, наверное, не всегда он возьмёт, а я ему подкину, подкину. Положу в холодильник, а он оттуда будет забирать. А вы не стеснялись с ним говорить на такие темы? Нет, нет, нет. Это житейские все темы. Кто к ним, мы скажем. Но, к сожалению, такие ответственные родители не у всех. Некоторые студенты признаются, что мамы и папы стесняются говорить об этом. Приедем, поговорим с родителями на эту тему, почему они с нами не разговаривают. Клиника «Дружественная к молодёжи» не только проводит курс лекций, но и приглашает всех желающих пройти бесплатные тесты на ВИЧ-инфекцию и получить психологическую помощь от специалистов. Врачи нашей студенческой поликлиники были обучены методике оказания консультативной помощи в плане профилактики ВИЧ-спида, инфекций, передающихся половым путём, вирусных гепатитов, непланируемой беременности и в решении различных психологических проблем, возникающих у молодых людей. Проводят лекции студентки третьего курса медуниверситета. Для них это не только интересное занятие, но и важная практика. Мне, конечно же, нравится, потому что это ещё очередная помощь людям, которым так нужна. Это пускай маленькая, информационная, но зато помощь. Люди, которые прослушали лекцию, благодарят волонтёров и с улыбкой продолжают свой путь к морю. Анна Грынев, Сергей Чумаков, 7 канал. Что думает губернатор области Игорь Палец о ситуации в регионе и когда Одесская область сократит потребление газа на 30%, а также приведут ли обучение в одесских школах на две смены? Об этом и многом другом пойдёт речь в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. До встречи в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин